СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Далее локацию очищают и при помощи компрессора осушают. И только в конце заливают литой асфальтобетон. Его температура обычно варьируется от 230 до 250 градусов. Рабочие вручную разравнивают смесь. После того, как участок дороги подлечили, нужно подождать, чтобы литой асфальтобетон застыл. В противном случае ремонт на локациях придется переделывать. Некоторые автомобилисты сразу приезжают и выдавливают, потому что она еще не успевает остыть. Мы немножко подождем, минут 15-20, и после чего пускаем машины. Хотелось бы только, чтобы нас, автомобилисты, понимали, чтобы не ругались на нас. Водители работам только рады. Отмечают, из-за температурных качелей дефектов на дорогах становится больше. Поэтому их состояние важно контролировать постоянно. То холодно, то тепло. Появляются стали ямы. Сейчас вот за этим очень нам тщательно следить, потому что малейшее упущение, и дорогу приходит и негодность. На протяжении всего процесса за работой ведется строгий контроль. В случае необходимости в план вносятся коррективы. Качество работы подробных организаций справляется муниципальным бюджетным учреждениям дорожного хозяйства. Соответственно, им берутся пробы как выпуска завода асфальтобетона на экспортизу проверки соответствия как состава, так и риски. Ведется замер температуры используемого асфальтобетона на момент укладки. Ну и после проведения работы по укладке берутся пробы непосредственно на месте. По словам специалистов, если в Самару придут снегопады, то ремонт придется временно остановить и вновь приступить к нему, когда погода нормализуется. Согласно предварительному плану, работы должны быть выполнены на участках 20 улиц. Но перечень локаций ежедневно пополняется. Повышенное внимание уделяется тем участкам дороги, на которые поступают жалобы от жителей. Обновление асфальтового полотна малыми и большими картами, а также комплексно, стартует с начала дорожно-строительного сезона. Нужно дождаться, пока снег полностью растает и установится постоянная плюсовая температура воздуха. Ремонт литой асфальтобетонной смесью считается поддерживающим и единственно возможным в нынешних погодных условиях, чтобы избавить объекты уличной дорожной сети от локальных дефектов. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Ксения Баканова Ксения Баканова Продолжение следует...